Алексей Бурященко, кандидат политических наук, глава Международной ассоциации Малых Гордов, с нами на связи. Алексей, рады видеть. Приветствуем. Взаимно рад видеть, слышать и приветствуем всех наших уважаемых телезрителей. Джастин Тридо, мы начнем с Канады как раз. Действительно, да, для многих не обратят внимания, но абсолютно уверенно, еще как констатирует факт, да, о том, что готова Канада, и он, в частности, как один из лидеров Канады, как премьер-министр, готова продолжать поддерживать, не просто на словах, а и действиями, действиями, и, опять же, действиями, которые сегодня необходимы для и войны, которую продолжает как раз Российская Федерация против Украины для того, чтобы Украина могла свои территории деоккупировать, но и также и в будущем, и на самом деле этот аспект очень важен, что сейчас говорят о будущем, о том, как страны готовы будут поддерживать Украину в вопросе восстановления. Вот, Алексей, начинаем с Канады, обязательно еще поговорим о Соединенных Штатах Америки, ну вот, в частности, такие визиты, да, был не анонсирован, я прекрасно понимаю, возможно, это связано с вопросами безопасности, это уже нам известный, да, факт, и не впервые мы с этим сталкиваемся, но если мы говорим о визитах, да, давайте так, географию визитов Соединенных Штатов Америки, Канада, скажем так, о чем говорит эта география, и вот встречи в Канаде, которые провел президент Украины, они какой характер носят, вот, по вашему мнению, это все-таки такой декларативный характер, который подтверждает о поддержке Украины, либо же все-таки здесь еще стоит и говорить еще об определенных аспектах, вот сегодня, да, появилась информация о том, что продолжили договор как раз о свободной торговле, что немаловажно, вам слово, Алексей. Да, конечно же, этот был визит в Канаду очень комплексный, то, что он был официально, как это, не оглашен, вы же абсолютно правы, это прежде всего по вопросам безопасности, потому что даже по повестке мы уже видим, что она очень насыщена, она богата, это выступление в парламенте, это продолжение экономического сотрудничества более глубокого, это привлечение канадских инвесторов, это работа с диаспорой, которая проживает в Канаде, это, конечно же, разговоры про гарантии безопасности, вот, и договоренности, ну и, конечно же, военная и финансовая помощь. Да, такие вещи за пять минут, где-то там с кондачка, конечно же, не решаются, поэтому у меня нет абсолютно сомнений, что наша дипломатия планировала этот визит, но учитывая, конечно же, что российские спецслужбы, к огромному сожалению, есть в мире везде, поэтому он был заранее не оглашен. Ну, по самому визиту, вот что, давайте так, официальную информацию можно посмотреть в любых СМИ, я, с вашего позволения, отрефлексирую, что я для себя отметил в этом визите, это был совершенно другой визит, чем Соединенные Штаты, про это даже мы можем посмотреть, как выходила чета Зеленских, наш президент, первая леди, самолета. Вот я очень обратил внимание, даже если Владимир Зеленский, как бы, да, он в милитарии стиле, он настолько, ну, решительно, у него видно, что, как бы, в мыслях находится война и максимальная повестка, чтобы реализовать ее как в Соединенных Штатах, так и в Канаде, ну, то вот, например, по первой леди, Елене Зеленской, было видно, насколько, скажем так, более близка Канада, насколько близок Трюдо, первая леди Канады, и даже по вот этой красивой белой вышиванке она очень контрастировала вот с тем строгим стильным костюмом, с которого она выходила с самолета в Соединенных Штатах. Вот, это, конечно, говорит более близкую позицию, и, кстати говоря, в подтверждение наших слов этих, Трюдо и сам несколько раз в своих речах говорил про то, что Зеленский друг, поэтому еще раз и еще раз подчеркивал именно личностную связь, очень серьезную, с президентом Украины. Это для нас чрезвычайно важно, потому что Трюдо на самом деле яркий лидер, и сказал он в своей речи про поддержку Украины до победы, объявил про новый пакет военной помощи, объявил про гарантии безопасности, и про то, почему Канада должна поддерживать Украину, конечно, очень ярко. Я думаю, что многим лидерам современного мира нужно, особенно, скажем так, стран, которые иногда предпочитают воздержаться при голосованиях, например, на полях ген-ассамблеи за проукраинские вопросы, почему они должны принять позицию цивилизованного мира, которая сейчас автоматически является позицией Украины. И что еще, очень важно, я уже вскользь говорил про то, что была встреча Владимира Зеленского с парламентом Канады. Ну так вот, про эту встречу, конечно же, нужно говорить отдельно и более глубоко, потому что Канада за счет того, что много репатриантов, много украинцев в принципе там проживает, она очень настроена решительно в помощи Украины, и, так сказать, парламент страны не может не учитывать вот этих уже давно ассимилированных в Канаде украинцам мнений, это все их политический ресурс. Поэтому во время речи президента Украины парламент вставал с овациями, вот сейчас вы видите это на экранах, более десяти раз. Ну и, конечно же, к ним присоединялся Трюдо. И напоследок, что еще очень важно, как по мне, ответить, что была отдельная встреча именно с диаспорой. Вот на самом деле мы очень мало по всему миру работали с нашей диаспорой, ну и, положа руку на сердце, и даже сейчас, как по мне, не дорабатываем в этом направлении. Но в этот раз украинская дипломатия этот визит спланировала и реализовала максимально комплексно. Вот и вопросом диаспоры, общению с диаспорой президента Зеленского, она уделила довольно много времени. Я думаю, такая инвестиция, такое сближение с украинской диаспорой, оно на сто процентов вернется для всей Украины старицей. Потому что для людей, которые или давно уже находятся в Канаде, являются там гражданами Канады, или тех людей, которым Канада любезно открыла границы, когда началась полномасштабная поделиверсическая федерация, она приняла очень много тысячи украинцев. И сейчас продолжают помогать им осваиваться и поддерживать в Канаде. Для всех этих людей выступление Зеленского и то, что Зеленский приехал, именно к ним обсудить вопросы, может быть, проблемы украинцев вне пределов Украины, это чрезвычайно важный шаг. Алексей, я хотел бы, знаете, чтобы вы, возможно, дали характеристику или свою оценку тем результатам, которые уже по сути получит Украина в качестве разной поддержки, не только политической, не только в качестве этого отношения к украинскому лидеру, к украинской делегации, о чем и вы сказали. То уважение, которое проявили канадские парламентарии, встречая президента в стенах законодательного органа этой страны. О результатах. Какие бы вы для себя, возможно, выделили одни из самых главных по результатам этих встреч и переговоров, проведенных и с Трюдо, и с представителями политического класса Канады? Результаты очень позитивные, они абсолютно разные. Они и в гуманитарном плане есть, и, конечно же, в военном, и в финансово-политическом. Сказать, какое направление более важно для нас, очень важно, потому что каждое направление важно. Новый пакет в 800 миллионов военной помощи для Украины, который объявил Трюдо, мало ли это, конечно же, нет. Для Канады это огромные деньги. Он даже говорил в своем обращении, что в целом уже Канада поддержала Украину на 9 миллиардов долларов. Большие или маленькие это суммы, я думаю, что может для себя определить наш уважаемый телезритель. Но, конечно же, как по мне, это суммы для Канады огромные. И это говорит о том, насколько близки позиции Украины и Канады, насколько близки позиции лидеров Украины и Канады, и насколько между ними, даже если хотите, есть какая-то определенная химия. И, как я уже говорил ранее, про то, что встречи и результаты шли более легко и конструктивно, даже говорит какой-то определенный внешний вид первая леди. Ну и, конечно же, нужно отметить геополитическую поддержку Канады. Нужно отметить, что в Канаде уже также, Канада присоединяется к коалиции стран, которые будут обучать наших пилотов на F-16. Ну а в контексте как раз вот американского оружия, которое у нас на устах последнее время, это и американские танки, Абрамсы, которые уже объявлено, что скоро появятся в Украине. Вот, и F-16, которую мы так давно ждем, и Атакамсы, информация про которую все-таки прошла вчера через CNN, из их источников, что все-таки по результату встречи Зеленского в Вашингтоне с Байденом была определенная договоренность, непубличная, про передачу Украине определенного количества Атакамс. Вот, поэтому визит был комплексный, плюс экономические программы, плюс переизгрузка отношений в СОД, плюс привлечение большого бизнеса с Канадой в Украину, в том числе для восстановления. Ну и в контексте опять же глобального саммита мира, который будет проводиться, запланирован до конца этого года, визит в Канаду для нас является чрезвычайно важным, потому что поддержка максимального количества стран украинской формулы мира – это наша стратегическая цель. Будет ли влиять Канада своей позицию на позиции третьих стран? Конечно же, будет. Чем больше лидеров будет, мировых лидеров будет привлечено в этот процесс, тем больше стран, скажем так, второго, развивающихся, третьего мира, также будут присоединяться к этим позициям. Алексей, давайте, знаете, просто вот, как говорится, деньги любят тишину, определенное вооружение, скорее всего, тоже да, да, вот наперед не будем забегать, просто отметим, что и пресс-секретарь Белого дома, Карина Жан-Пьер, да, она не подтвердила и не смогла подтвердить информацию о готовящейся передаче Киева ракет большей дальности. Мы просто вот так берем и вот в ожидании… Мы ссылаемся на то, что уже есть, на СНН, которое… Алексей, ну, вы понимаете, ну, вот просто вот в ожидании, стендбай, говорится, да, вот так, стендбай. Пока вот будем смотреть, как оно будет развиваться дальше. Но я хотел бы обратить внимание, знаете, на какой аспект? Любое из вооружений, которое поздавалось в Украину, в принципе, за эти более чем полтора года всегда было сначала реальное принятие решения, потом оно выходило в политическую плату. Ну, будем смотреть, Алексей, смотрите… Как по Атакамсам, где-то примерно ситуация похожа. Окей, смотрите, говоря о военных аспектах, о военной поддержке, я хотел бы обратить внимание на вот то заявление президента Украины, президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена, знаете, о такой далекой стратегической перспективе, да, о совместных предприятиях, о совместных производствах, которые будут, соответственно, нацелены на то, чтобы вырабатывать средства ПВО, определенные системы, которые помогут защищаться не только Украине, но, скорее всего, и всем нашим партнерам, там, и не только по странам НАТО, а всему цивилизованному миру. Алексей, как вы оцените такую перспективу, поскольку мы понимаем, что, ну, в такое, в далекое определенным образом будущее, да, нацелена вот такая история, вот такое сотрудничество? Вы абсолютно верно отметили, потому что некоторые СМИ как-то вот стыдливо эту договоренность обошло своим вниманием, вот, но, конечно же, как по мне, если говорить про встречу в Вашингтоне, это является одной из ключевых вопросов, которые нужно оценивать, как вы абсолютно правильно отметили, в стратегической перспективе. Почему это важно для нас? Вот этот же вопрос, в принципе, он ключевой. Потому что, если Соединенные Штаты готовы делиться именно военными технологиями, что военные штаты не просто готовы давать нам свое высокотехнологическое вооружение, но и готовы размещать предприятия по их производству, совместному производству с Украиной и на территории Украины, это, конечно же, говорит про большую геополитическую ставку, которую конкретно Соединенные Штаты, независимости, скажем так, от республиканцев, демократов, потому что это их несовместное решение, как двупалатное, так и двупартийное. Они очень много целей полагают на Украину, которая может, кстати говоря, вот в ихней близости с Соединенным Штатом, как по мне, даже заменить ту же самую Польшу. Потому что технологических, промышленных, сырьевых возможностей Украины значительно, значительно больше, чем у любой страны Европейского Союза. Ну, возможно, кроме там Франции и Германии. Но поскольку Украина, в чем же ее и важность, это такой восточный фронт, это страна сдерживания Российской Федерации, поэтому и военные возможности этой страны должны постоянно усиливаться. И говорили же они на встрече с Байденом, я имею в виду президента Украины, Владимир Зеленский, по производству военной техники. И конкретно говорилось про системы ПВО, которые будут конкретно производиться в Украине. Конечно же, это позволит комплексно закрыть небо Украины от вражеских ракет, шахедов и самолетов. Это для нас, на самом деле, чрезвычайно важная информация и решение. Алексей, вам огромное спасибо за участие в нашем эфире. Алексей Буреженко, кандидат политических наук, глава Международной Ассоциации Малых Городов, с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Freedom of Telegram, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Telegram в описании.